Всем привет, с вами Фантом, и сегодня мы будем прокачивать МВ подписчикам. И сразу показываю его полностью. Вот оно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я узнал у него, какие серии он использовал. Он использовал 165-ю, 164-ю, 163-ю серию. Сейчас мы будем пытаться делать из этого что-то покруче. Я прослушал трек, скачал аниме нужное и просмотрел нужные серии. Сейчас мы будем заниматься подбором кадров. Так, и я выбрал первый кадр. И сразу же, что хочу сказать об этом, тут можно было сделать прекрасную раскадровку, но почему-то этого сделано не было. Когда я говорил про раскадровку, я имел в виду вот этот вот момент, который был у него в начале в его МВ. Можно было сделать прекрасно вот такую раскадровку, и это все попадало бы в синхрон. Теперь смотрите, то есть у меня вот есть начало, то есть вступление, я уже какое-никакое сделал. Я, допустим, вот сейчас его показываю. Прекрасно показал. Сделаем вот так временно. Мы видим, что вот в этом моменте у нас нет синхры, как бы, да? Чтобы она была, мы можем взять и ускорить кадр, но нельзя сделать это слишком сильно. И нельзя сделать так, чтобы он там прям прыгал, бегал, чтобы это прям очень сильно выделялось, иначе это будет некрасиво, но ускорить кадр, например, на процентов 15, в принципе, вполне приемлемо. После этого мы берем, поставляем этот вот кадр, и он у нас уже будет примерно попадать в синхру. Если же он все равно не попадает, мы можем накинуть какой-нибудь видеопереход, и чтобы он начинался здесь немножко раньше, и тогда это будет попадать в синхру. Эффекты я буду накидывать в конце, и я не буду показывать, как я их накидываю, ибо просто Premiere Pro в связке с бандикамом они просто съедят у меня все, и у меня все будет глючить, если тем более кидать эффекты. Всем начинающим мейкерам я хочу напомнить о том, что есть такое понятие, как раскадровка. Только что я посмотрел только одну серию, и я уже умудрился сделать вот такую вот часть, нам не нужно только вот досюда, умудрился делать вот такую вот часть из этой всей раскадровки, и на самом деле это было максимально просто, я не прилагал вообще абсолютно никаких усилий. Я думаю, так может сделать любой человек просто, ну, как бы шаблонно. Вы просто берете один кадр, который, допустим, длительный, я не знаю, вот тут, где Наруто берет его за кулак, да, и вы просто его раскадриваете под синхру, то есть тут же нет ничего сложного, то есть вы обрезаете в нужных моментах, где-то замедляете не сильно, или где-то ускоряете тоже не сильно, и все попадает в синхру, это не так уж и сложно. Вот теперь я сделал элементарную нарезку для вступления из одной серии. Из одной. Причем с сюжетом каким-никаким и под синхру. Также не забываем о цветокоре, я опять же не буду сильно запариваться, накину хоть какой-нибудь, и мы посмотрим, что из этого получится. Цветокор вполне можно делать на телефоне, человека, которым я говорю, делает на телефоне. Поэтому, ну, в принципе, это не проблема, если поискать, погуглить, и да. Так, ну что, переходики я где-то покидал, где-то там плагинами немножко повязался, ну, в общем, как-то вот так. Сейчас мы сделаем все по красоте, значит, с цветокором, и вы увидите результат. Говорю заранее, данная рубрика не подразумевает то, что я буду делать прям офигенные работы, и что в них, в принципе, вообще не будет технических ошибок. Она подразумевает то, что я хотя бы какие-то прям элементарнейшие вещи объясню и покажу, как они делаются. Ну, не совсем объясню, скорее, ну, наглядно видно разницу между тем, что сделал человек, и тем, что получилось у меня. Поэтому так человек проще поймет, в чем его проблема. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а с вами был Фантом. Отправляйте мне свои работы, если хотите, чтобы я сделал по ним точно такую же прокачку. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите хорошие комментарии. Всем удачи и всем пока!